ну и это наше а это инструмент рабочий с которым мы сегодня будем показывать как мы делаем розу без него никуда ну еще доставим все что нам надо будет и попробуем сделать научить тебя делать розу хорошо вот из такого материала вот видите его надо покупать вот такими вот метрами изолон и фоамиран вот такой на такими рулонами сегодня сделаем розу 50 сантиметров 45 50 сантиметров материал изолон 2 миллиметра и сделаем его для большого нашего цветка метрового может метр 20 но посмотрим как там нам выйдет ну и покажу как это все делать постепенно будем выкраивать листки и бумаги и формировать листики так сначала отрезаем я отрезаю чтобы ровно было и будем мерять наши листочки это будет большой такой на ножки до серединку сделаем по 20 сантиметров чтобы у нас много материала не шло сделаем по 20 сантиметров а дальше уже будет больше вот я тоже так себе поделю сколько у нас будет металлы то у нас будет их 5 штук чтобы там не должно быть ровно и потому что и так мы будем их выкраивать листочки и формировать ну и сейчас мы режем листочек первые листочки которые мы поставим в середину то есть такая серединка вот он про формировали Сейчас мы попробуем сформировать серединку нашего цветочка и я покажу как мы формируем сам листик. Пока у нас будет греться клей, мы сформируем листик. Включаем нашу опонарку. Нагреваем на высоте. Это строительный фен, да? Да, это строительный фен, опонарка на польском. И вот так потихонечку. Чуть-чуть на высоте, да, на высоте, потому что он очень сильно греет. Поэтому мы чуть-чуть нагреваем. И вот руками все. Это все ручная работа, девочки. Да. Главное не перегреть пенку, потому что если пенка перегревается, остаются следы и она становится чуть-чуть такая. И вот так сейчас на вот такую кулю я одеваю, и вот формируется такой листочек. Шарики можно такие побольше, можно 15-20 сантиметров есть. Чем больше цветов, тем больше шарик лучше использовать. Я пока использую 10 сантиметров для формировки наших лепесточков. А где ты шарики покупаешь? В магазине обычном или строительном. И вот на вот такую пенку, на шарик из... Это из этого, да? Старо пенку по-польскому. Я сама забыла. Ну вот на такой шар мы будем пенопласта. Пенопласта, да. Вот на такой шар мы сегодня сделаем розу нашу красивезную. Вот так. Делаем серединку. Я уже так чуть-чуть проклеиваю себе. Проклеиваю. Этот материал клеится. Если его один к другому, то он проклеивается очень легко. Ну и наклеиваем нашу серединку на шар. Тут уже мы клеим-клеим. Чуть-чуть продерживаем, чтобы схватилось. Ну и другой листочек. Так же само. Вот у нас середина там будет. Красивая. Бутончик. Вот я тоже проклеиваю этот серединку. С серединкой. Затем заклеиваем. Пенопласт. Клеим, чтобы это не отставало. Потом мы будем уже клеить полностью все нашим феном строительным. Это такой бутончик. Такой бутончик. Да. Такой бутончик. Сейчас сделаем с этого. Вот так. Три лепесточка. И. Такой бутончик. А дальше поел уже. Сейчас. Ну и сейчас делаем уже наш такой. Уже раскрывается наш бутон. Возьмем чуть-чуть здесь. Вот так внизу проклеиваем. на той же самой высоте раскрываем цветочек где не уходим вниз пока вот делаем вот так раскрываем цветочки ну и конечно же смотрим на раскрытие здесь чтобы не было больше чем 10 сантиметров чтобы не было так что сразу раскрылся у нас цветок формируем побольше листочки я взяла 22 на 25 то есть 22 высота 25 ширина листочка и уже формируем наши листки которые побольше которые уже по чуть-чуть будут раскрывать нашу розу все руками все делаем руками все делаем руками ну вот так больше надо смотреть делать высоту наших лепестков ну и плюс надо смотреть какой диаметр нашей кули был если там куля 12 листочки там 20 и больше тогда получится цветок 45 сантиметров диаметр будет 45 сантиметров угу 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 у нас в нашей розе надо чтобы было минимум 6 лидов вот таких лепесточков Да. Каждый ряд на максимум может быть 8 лепесточков, на минимум уже 5 лепесточков. Мы вот сейчас помыли уже побольше листик и склеиваем немножко. Он уже просто склеивает материал один к другому, он очень хорошо смеется. Смотрим как раскрытие, а тут не должно быть большой ширины на раскрытие, потому что будет выглядеть чуть-чуть красивее. Вот такой бутон у нас получается. Сейчас еще заклеиваем и получится у нас красивая роза. Вот такая роза у нас получилась, большая. И сейчас мы на эту большую розу, эту большую розу мы наденем ее на термоусадочную трубу, на трубу 20 см. И сделаем термоусадку на нее. Эта труба 20 см, она называется... Это водопроводная, да? Да, 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 это водопроводная. Их можно купить в любом строительном магазине. Этот чехольчик ты заранее уже склеила? Да, мы уже не склеила, это покупается в магазине, это термоусадка называется. И сейчас мы ее посадим на нашу трубу. Прям по цвету подходит. Ну, костебелечек. Цвета бывают разные, бывают белые, еще у меня нет белой. Бывают черные, как на первом нашем цветку у меня, перед дверьми. И вот сейчас термоусадочку мы ее усадим, как бы говорится, на трубу. Сейчас я вам покажу, как это делается. Вот под температурой она... Приклеивается, да? Да, приклеивается. И вот ее подсклеиваем, чтобы красиво было. Видите, как она еще так подкручивается? И сейчас мы в розу. Есть такой поганаш. Он называется, но я поганаш не имею. Я взяла обычную палочку от китайской палочки. И мы здесь так. Мы здесь делаем, вот просто делаем дырочку, шарик прокаливаем. И вот так потом будем вставлять розу на нашу трубу. Можно, конечно, приклеить, но можно и не приклеивать. И сейчас покажем вам подставочку тоже для нашей мёзы. Вот это такая специальная штучка. Молд. Как делать листики. Ну а теперь сейчас сделаем листочек. Это молд, на котором мы сделаем форму листка. И сделаем прожилочки. Сейчас я вырезаю цветок. Лепесточек. Лепесточек. То есть листочек. 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 Пожилочки на листочке на нашем молде. Вот так нагреваем. Нагреваем. И вот так вот придавливаем, чтобы у нас было видно прожилки. Но не очень осторожно, потому что можно разорвать бумагу. И вот они называются. И мы сейчас приклеим проволочку до листика, чтобы потом его усадить на термоусадочную трубу. Или надо чуть-чуть больше. Термоусадочную трубу покажем вам. Или вот так вот еще. Горячим. Приклеиваем. Нужно клеем тоже приклеивать. Но я пока вот так вот приклеиваю. И прячем здесь наш кусок. Мы это отрежем. То, что нам достаем. Можно три листочка сделать. Мы пока делаем один. И вот так по высоте. Если уже там будет композиция, мы уже по высоте смотрим, как нам доклеить это все. Вот это подсклеим. На термоусадочкой. Да, чтобы это эстетически все выводим. Угу. Ну и вставляем наш цветок в трубу. У нас есть подставка, которую мне сделали. И вот на подставочку одеваем наш цветок. Маш цветок готов. Класс. Красота. Можно дать больше листков, конечно. Можно дать типа три листка. Можно шесть дать. Но мы пока чуть-чуть по-быстрому делаем. Делаем антикции. Какая красота. Вот так вот. И вот, друзья, какой красивый цветок у нас получился. И за сколько это мы сделали? Ну, это... Где-то полчаса, да? Ну, больше. Чуть больше, да? Вот такая высота. Штат цветка у нас где-то метр пятнадцать. Угу. Ну, это в зависимости, как, какую композицию хотим. Такую уже сюда. Можно вставить такие лампочки мигающие. Сейчас на лампу вставим лампочки. Можно поставить она в коридоре. Вот так вот красиво смотрится в спальне. Вот такое. Вот такое можно. Да, можно такое в любом магазине. Купить для Рои. Для Кострома, наверное, тоже есть. И вот такая вот цветочка. Делаем. Здорово. Класс. Такой быстрый цветок. Угу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»